1 Коринфянам 3 глава 11 стих Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это новое основание. Люди дают обещания на Новый год. В некоторых случаях, находясь в алкогольном опенимии, они делают это в последние минуты уходящего года. Какие обещания мы можем назвать? Похудеть, 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 накопить деньги, ох ты! Что еще? Работать усерднее. Что еще? Бросить курить. Бросить пить. Выигрывать души. Что еще? Больше молиться. Ходить чаще в церковь. Больше смеяться. Иногда эти обещания превращаются в жизнь. Но я хочу, чтобы вы увидели нечто. 2 Коринфянам 1 глава 17 стих. Коринфяне сомневались, что Павел придет к ним, хотя он обещал. И они ставили под вопрос его характер. И он сказал, что в 17 стих. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Знаете, как мы можем сказать? У нас была проблема в Венгрии, когда мы жили там. Уровень английского у людей был невысоким. И когда мы использовали сослагательное наклонение, мы говорили, возможно. Возможно, я приду к вам. Возможно, мы встретимся за обедом. Как же они слышали это? Я встречаюсь с вами за обедом. Я приду к вам. У нас есть вот эта вот вежливая форма, как мы говорим. И я обучился следующему, говоря, существует 10% вероятности того, что я приду к вам. Многие люди не понимали меня. Я потерял полцеркви. Павел говорит, или что я предпринимаю по плоти, предпринимая. Так что у меня то «да-да», то «нет-нет». Это старые английские слова. Они до сих пор используются в Европе. Думаю, что датчане их используют. «Ней». Ого, можешь еще раз сказать? «Нормегия, ней». Когда я иду, говорю ли я «да-да» или «нет-нет». Я обещаю на Новый год и говорю «да». Но вообще-то это может быть и «нет». К июлю я могу забыть все свои обещания. Будет лучше. 18 стих. «Верен Бог, что Слово наше к вам не было то «да», то «нет». Это уже серьезно. Я обнаружил, что с Богом я могу быть серьезным. Из-за того, что у меня другое основание, у меня было основание, это я сам, мои целеустремления, моя крепость, моя способность. Я уважаю людей, которые имеют силу, целеустремление, фокус и способность. Я не унижаю этого, но у этого есть предел. В вашей жизни появилось нечто, чего раньше не было. Вы были рождены свыше, и Бог дал вам новое сердце. Теперь в этом сердце вы любите Бога, и вы серьезны в отношении Бога. Святой Дух сделал это. У нас есть новое сердце и новое основание, которое никто не сможет построить. Ни один человек не сможет сделать то, что сделал Бог через Христа. Ни один человек не сможет произвести людей, которые произведены Христом. Ни организация, ни сообщество, ни образование, ни целеустремление, никакие спецтренировки, такие как Альфа, Рейнджеры, Морские Котики, где собраны невероятные люди. У этих людей очень серьезные способности, но даже они не могут сделать то, чего ищет Бог. В нашей жизни произошли вещи, которые не исходили из нашей природы, но из Его благодати, из Его Сына, Иисуса Христа. Павел говорит, «Имея намерение прийти к вам, легкомысленно ли я поступил? Или я говорю, а потом не делаю?» Такое может произойти, но я хочу направить вас к чему-то большему. Бог не есть Бог, да или нет. Он не изменяет свои мысли. Однажды Он начал это, и Он совершит. Он не отступит в вашей жизни, даже если вы низко падете. Он не сдастся. Обедование Божие не «да» или «нет», но «да» и «аминь». Да и «аминь». На английском это «да», и на иврите это «аминь». Девятнадцатый стих. «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, Мною и Силуаном, и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». то, что обещает Бог «да», Бог не увиливает, Бог не соревнуется, Бог не идет на компромисс, не отказывается от своих слов, не меняет свое мнение. Бог не «бог махинаций». Махинация. Махинация – это, наверное, ирландское слово. Двадцатый стих. «Ибо все обетование Божие в нем «да» и в нем «аминь». Во славу Божию через нас». Это наш первый пункт. Наши обещания не «да» или «нет», но наш фокус на том, что Бог обещал нам и на личности, которая совершает это. Откроем евреям седьмую главу. Новое основание, новое рождение, новый дух, новое сердце и обновленный ум. мы способны принять учение Библии в наш дух, поверить в Него и хранить Его. мы можем устать и сказать «да, Господи», а потом «нет». Я не способен, Господи. Я хорош только на первые три недели, а потом приходит день, и у меня не находится слов для оправдания. Я исчезаю. Бог говорит «где же Он? Куда Он пошел?» Ангелы пожимают плечами и говорят «знай, что с Ним». Нет. Божье очи всегда на нас. Его обетование всегда «да» и всегда «аминь». потому что Он дал нам Своего Сына. Евреям 7 глава 15 стих. Это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной. Этот священник не таков, что он умрет и вместо него встанет его Сын. вместо его Сына и его Сын. Такой священник должен спать, его руки могут уставать. Он может сказать «Артрит разбил меня, и я не могу исполнять служение». Такой священник может проспать и не прийти вовремя в храм. Это человек, у которого может быть «да» или «нет». Он похож на нас. Он человек, у которого «да» или «нет». Но наш священник, 16 стих, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни неперестающей. засыпает ли Иисус на Своем престоле? Может ли Он потеряться? Уподобляется ли забвение все, что Иисус сделал для нас? может ли то, что Христос сделал для нас потускнеть, быть опороченным или потерять силу? Нет. Он священник по силе жизни неперестающей. 17 стих, «Ибо засвидетельствовано «Ты свящек вовек по чину Милхиседека». Мы входим в этот год, и никто не знает, что принесет этот год, но мы знаем точно, кто с нами. Мы можем быть уверенными в том, кто молится за нас в этом году. Он на небесах. У Него есть служение полной гарантии, которое имеет нечеловеческое основание, но такое, какое ни один человек не может положить. Такое ни один человек не сможет сделать. Это помазание Святого Духа в наших сердцах и нашей жизни. Это новый путь. Сейчас у нас появилась возможность стать серьезными в отношении Бога. Павел говорит, «Вы думаете, что я легкомысленно поступаю? Вы думаете, что мое намерение пустой звук? Вы думаете, что я говорю «да», а потом «нет». вы знаете, что моя жизнь основывается на другом основании, и там с Богом все обетования «да» и «амень». Разве не знаете, что сила Божья обитает в нас и дает нам то, чего у нас никогда не было? У нас есть способность, «теперь я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Много лет назад, в 1972 году, я учился в университете. Я помню, как я шел по дорожке, и что-то горело в моем сердце. Я не знаю, что это было. Я вырос в католической семье. Я принял Христа и стал спасенным. Я не знал, что это такое на самом деле. Я искал. Мне было интересно. Я понимал, что я не смогу пойти и делать что-то в своей силе. Я не знал точно, что происходило в моем сердце. Мне нравится, что это происходит в жизни Дастина и Линдзи и в жизни Афрузы и Форшата. Это не легкомысленные вещи, такие как «да» или «нет». Это не новогодние обещания. Вся наша жизнь не основывается на чем-то легком. Наша жизнь основывается на очень серьезных вещах, которые когда-либо происходили во Вселенной. Бог отдал Своего Сына, и когда мы поверили в Его Сына, мы родились свыше, с новым сердцем. Дух Божий в нас дал нам способность не жить легкомысленно, но быть серьезным в отношении Бога. Вы думаете, что это ничтожные вещи, что мы сегодня здесь? Нет. Это основано на Божьей верности нам. Бог является вовремя. Бог дал нам Своего Святого Духа, «А мир не может дать нам ничего». Мир дает нам легкомыслие, небрежность, систему, программу, странные духи, глупость и пустоту. Стих 19, «Ибо закон ничего не довел до совершенства». Сколько раз мы убеждаемся в этом? Убери свою обувь, хорошо. Убери свою комнату, хорошо. Поменяй масло в машине, хорошо. Иди в школу, хорошо. Готовься к экзамену, хорошо. Приходи вовремя. Все это важная часть жизни. Мы знаем, что закон указывает на мои падения, на мою неспособность, мою незаинтересованность, мою беззаботность. Закон это зеркало, которое показывает мне, что у меня грязное лицо. Знаете, что есть такие увеличительные зеркала, вы просто огромный, там. Зеркало не сможет умыть ваше лицо. Зеркало не сможет изменить вашу жизнь, войти ваше сердце, не сможет дать вам уверенность, силу, фокус и интерес. Зеркало не сможет дать вам мечту, видение, видение, мысли, заботы о других людях. Зеркало не сможет дать вам любви, но оно будет указывать вам на то, что ваше лицо грязное. Зеркало не сможет дать вам любви, 19 стих, ибо закон ничего не довел до совершенства. Закон не может дать взаимоотношений, но вводится лучшая надежда. Мы входим в этот Новый Год с чем-то, чего нет у этого мира. Что-то возрастает в нас, что-то действует в нас. У нас есть живая надежда, которая дает живость в наши сердца. 19 стих, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Я разговаривал в Дандоке с одним мужчиной на благовестии. Он рассказал, что он умер на больничной койке. врачи вернули его к жизни через процесс реанимации. В нем была инфекция, занесенная грязной иглой во время инъекции наркотиков. Он знал об этой инфекции, но ничего не предпринимал. Затем он очутился в больнице и умер. Врачи вернули его к жизни. Я разговаривал с ним после этого. Он сказал, я не религиозный человек. Меня не интересуют эти вещи. У меня был родственник, который издевался надо мной, когда я был ребенком. Он был религиозным человеком. Здесь говорится, Иисус, не закон, но Иисус, наш первосвященник, принес лучшую надежду, посредством которой мы приближаемся к Богу. Я сказал этому человеку, Бог приближает нас к себе. Он приближает тебя к себе. Ты рождаешься свыше через веру в Иисуса, и тебе дается лучшая надежда, которая приближает тебя к Богу. Там наступает веселая жизнь. Я рядом с Богом, и Бог со мной. Мы прожили прошлые годы и перешли в новый, с лучшей надеждой. Это уже не да или нет. но да и аминь. Это верные вещи. И то, что Бог с вами верно, Божий Сын на небесах, и Он молится за нас, это также верно. Даже если вы в этом году пойдете через долину смертной тени, прошедшие годы наши братья и сестры переходили к Господу, они пошли, чтобы уже участвовать в замечательном празднике на небесах. Наша часть еще здесь. Например, идет празднование чего-то дня рождения, и вдруг заходит Иисус и говорит, пошли со мной на еще больший праздник. Кто-то может сказать, зачем? Здесь же так здорово. Нет, ты идешь со мной на самый великий праздник. Твое время ознакомчилось здесь, говорит Иисус. Боюсь ли я? Нет. Смерть. Где Твое жало? А где Твоя победа? Иисус говорит Марфе, разве не сказал я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Слава Божия лучше, чем все гамбургеры. Слава Божия лучше, чем моя дорожка. Слава Божия лучше, чем вся моя жизнь. Нам нравится жизнь. Но есть что-то лучшее. Это наш Спаситель, Сын Божий, пришел и дал нам живую надежду и новое основание. Это да и аминь. Даже если мы пойдем долиной смертной тени, мы не боимся зла, потому что ты со мной и твой жезл и твой посох успокаивают меня. Через всю историю церкви люди, которые пастырствовали со Словом Божьим и обучались этой книге, встречали смерть с улыбкой на лице и покоем в сердце. Мы были подготовлены тем, что все обетования Божьи да и аминь. они вошли в нас. В этом году Бог может вести вас в молитве так, что вы будете взволнованы. Молитва, передвигающая горы. Некоторые из нас могут сказать, Боже, дай мне такую молитвенную жизнь, которой у меня до сих спор не было. Боже, веди меня в молитве, чтобы я открыл радость в ней. Ты сможешь сделать это. Это Твой Сын, а не мы. Это Твой Сын, да и аминь. Твой Сын обитает в нас, и поэтому наши молитвы сильны и сдвигают горы. Мы молящиеся люди, мы молимся за духовное возрождение, в Соединенных Штатах Америки. Мы чувствуем это, думаем об этом, говорим об этом. Мы ожидаем, что в этом году Бог сделает это, потому что это все основано на нем. Следующее, что я хотел бы сказать, чтение Библии. Чтение Библии. Мы говорим одну главу в день, одну главу притч, 4-5 псалмов каждый день. Однажды я встретил одного бизнесмена, который сказал мне, я читаю 10 страниц из Писания каждый день. Я прочитываю Библию год за кодом. Это очень много значит для меня. Я вспоминаю стихи, когда еду на машине. Я вспоминаю Библию, когда ложусь спать, и когда встаю утром. Притчи 6-22, когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Может быть, кто-то из вас скажет, я хочу этого, я собираюсь читать Библию в этом году. Я хочу изучать мою Библию. Некоторые из вас современные люди, у которых Библия в айфонах и планшетах. Благословит вас Бог. У меня старая книга с потертыми страницами. Я знаю, где находятся те или иные стихи на странице. Я читаю только одно издание. Джек Хайлз говорил, Библия моей мамы. Эта Библия пришла ко мне от моей мамы. Библия вырастила меня. Когда я был ребенком, она говорила со мной, когда я был подростком, она вела меня в зрелые года. Библия провела меня через всю мою жизнь. Она драгоценна для меня. я стану читателем Библии. Вы сможете так сделать, потому что у вас есть новое основание, которое никто не может положить, кроме Христа. Это обетование Божие, которое да и аминь. Бог сделает это. Третье. Я хочу сказать сегодня, предпринимайте попытки. Старайтесь войти в узкие врата, сказал Иисус. Что ты имеешь в виду, Господи? Старайтесь, предпринимайте попытки входить в узкие врата. Иисус говорит нам просто, старайтесь, будьте целеустремлены. Это узкие врата. Это как зайчья тропа в сравнении с хайвеем. На широком хайвее пролетают тысячи машин. Я останавливаюсь у обочины, спускаюсь в лес, и там вижу зайчью тропу. Это мой путь. Да, это покажется странным. Я понимаю, но я стараюсь входить узким путем. Это не происходит само по себе. я стараюсь входить тесными вратами. Я предпринимаю действия, чтобы прийти в церковь, читать писание. Я стараюсь восходить тесными вратами. благословляю. стараюсь предпринимать действия. Я избираю, какую программу смотреть по телевидению. Я избираю благословлять тех людей, которые не разговаривают со мной. Я стараюсь ходить тесными вратами. и когда я вхожу в них, я выхожу на огромные просторы нового мира. Это прекрасное место покоя, благословения, духовного процветания, любви и свободы. В завершении, вы в семье. Вы заметили, что некоторые люди очень общительные. Они драгоценные люди. Им нравится быть среди людей и разговаривать с ними. Другие люди могут и не быть таковыми. Вы заметили это? Спросите ваш сосед, ты такой или не такой? Одни люди рациональны, стабильны, объективны и не такие общительные. Они приходят на собрания и они не хотят ни с кем говорить. Одна дама приходила на собрания поздно и уходила рано. Она не хотела ни с кем общаться. Если вы очень общительны, вы должны быть здесь по духовной причине. Если вы не общительный, рациональный человек, вы должны быть здесь тоже. Должны быть здесь. Клоун из цирка должен быть здесь. И профессор, который все вычисляет и подчитывает, должен быть здесь также. Почему я говорю это? Потому что мы были рождены в семью. в этой семье есть что-то, что мне нужно. В этой семье есть что-то свежее, что поможет мне. У меня лично нет этого. Общительный человек и необщительный человек. У вас могут быть некоторые вещи, но есть ли у вас духовная жизнь, любовь, есть ли у вас свобода, есть ли у вас покой? Да, это есть у вас. И то, как вы получили, это исходит из нового основания и обетований Божьих, которые да и аминь. Семья Божья и Божьи люди это часть этого плана. Наш дом будет благословенным местом. Пожалуйста, перестаньте воевать друг с другом дома. Пожалуйста, будьте осторожны с тем, что вы говорите дома. Будьте благодатны в своем доме. Не будьте занудой дома. Не будьте занудой дома. Не вспоминайте ошибки друг друга, повторяя их снова и снова. Отпустите это. Смейтесь. Будьте благодарны. Наша жизнь замечательная. Давайте проснемся, и мы почувствуем, как пахнут розы. Бог с нами. Бог отдал нам своего сына, и через сына вместе с его людьми мы способны совершить великие дела. помолитесь со мной, пожалуйста. Помолитесь со мной. Вы сегодня здесь, и вы не верите в Христа, как своего спасителя. Мы говорим вам, что он нужен вам. Вы должны поверить в него. Он избавил вас от греха. Вы можете сказать, мои грехи, мои грехи, я сам заплачу за свои грехи. В таком положении вы потеряны. Вы никогда не заплатите за свои грехи и никогда не войдете в Царствие Божие. Вы не можете очиститься от вашего греха. Как грязному человеку очистить себя? Это может сделать только кровь Иисуса Христа. Иисус сделал это и делает сегодня для вас. Поверьте в Иисусу и скажите, Иисус, я верю в Тебя, спаси меня. Аминь.